здравствуйте с вами программа гипотеза я лили и ликова сегодня мы с вами продолжим разговор о миграции и об основных понятиях которые вот сопровождают все эти миграционные процессы согласитесь что сложнее всего сейчас разобраться в этом потоке информации кто же такие мигранты кто такие беженцы почему иногда их отождествляют и где на самом деле проходит грань вот во всех тонкостях именно юридических аспектов миграции нам поможет сегодня разобраться наш гость рустам шамильевич давлет гильдеев доктор юридических наук и академический координатор центра превосходства в области европейских исследований жанна ман и здравствуйте добрый день рустам шамильевич мы с вами на самом деле эти вопросы давно уже обсуждали и европейскими исследованиями не первый год занимаемся поэтому действительно же миграция это не то что началось пятнадцатом году когда все услышали про миграционный кризис да и агентство фронтекс европейская работает давно и потоки мигрантов легальных нелегальных они тоже приходят в европу давно вот давайте попробуем определиться с терминологии кто такие мигранты кто такие легальные мигранты нелегальные мигранты кто такие беженцы почему когда мы смотрим евроньюз нам иногда кажется что это все одно и то же а когда мы заглядываем статистику оказывается что из стран евросоюза больше всего мигрантов в люксембурге но когда мы смотрим структуру этих мигрантов оказывается что мигранты мигрантам рознь вот с точки зрения европейского права кто же такие мигранты спасибо большое на самом деле вопрос наверное достаточно многосложный многослойный поскольку есть различные термины которые используются в праве и в частности в международном праве поскольку национальному праву термин мигрант не совсем свойственен а какой там вот как правило речь идет об иностранных гражданах о лицах без гражданства об иностранных работниках и соответственно специальные статусы которые мы с вами знаем как беженцы для российской федерации например вынуждены переселенцы и для страны снг для европейского союза и для остального мира есть такой термин как внутренне перемещенные лица если мы говорим о лице которые помещаются внутри одной страны так называемый интернет дисплейс персенс но если возвращаться к вопросу о мигрантах то в международном праве есть опять же несколько таких юридических терминов которые будут характеризовать соответствующий статус лица который выехал из одной страны приехал в другую добровольно выехал вот здесь вопрос как раз один из ключевых моментов это качество добровольности да как бы волеизъявления если речь идет о недобровольном выезде из своей страны то здесь речь идет во первых о так называемой вынужденной миграции и существуют устоявшиеся понятия и в том числе достаточно такие развитые институты международного права ну например институт права беженцев вот как бы этот институт он достаточно ну относительно давний он возник скажем на уровне регулирования международного права в двадцать втором году когда было заключено первое соглашение в рамках риги нации это касалось как раз русских эмигрантов которые вынуждены были выехать из бывшей российской империи ну и соответственно советскую россию уже вернуться не могли вот как это первый этап формирования международного регулирования в области защиты прав беженцев именно беженцев то есть все-таки беженцы если вынуждена то бежен если вынуждены покидают свою страну то в первую очередь это может быть такой терминный статус как беженцы но это зависит от критериев по которым эти люди вынуждены были бежать из своей страны и они не могут туда вернуться и только в этом случае собственно речь идет о беженцах да то есть допустим это признаки расы этнического происхождения национальности социального или политического положения и убеждений вот ряд соответствующих признаков они существуют и на самом деле эти признаки были выработаны позднее в частности в конвенции 51 года о статусе беженцев то есть от конвенции он можно сразу тогда встречный вопрос те люди которые сейчас приезжают в европу например через лампедузу из туниса это беженцы или мигранты это могут быть и те и другие как как раз об этом и речь по сути дела если мы говорим о таком большом по сути которых на момент как бы их приезда не определен по сути дела там могут быть и люди которые смогут затем получить статус беженцев или как это в европейском союзе называется они могут получить убежище хотя вот этот статус приобретение убежища по праву и с и статус беженца в международном праве по конвенции 51 года они в основном совпадают в том числе и основные документы права европейского союза они как раз в частности договора функционирования европейского союза делает ссылку и основывается в своем режиме на конвенции он о статусе беженца 51 года с дополнительным протоколом 67 года но среди тех людей которые приезжают могут быть и люди которые этот статус не получат и вот здесь у европейского союза достаточно такая развернутая система иных статусов помимо предоставления убежища и речь идет вот так называемой широкой международной защите то есть есть общее понятие международная защита внутри нее есть соответственно возможность приобретения статуса беженца ну то есть получить можно получить убежище в европейском союзе дальше это может быть статус так называемые дополнительные защиты или временные защиты и это статуса которая опять же предусматривают что человек обратился его заявление рассмотрено и принято на то есть ему предоставлять соответствующий статус но целый ряд людей и это достаточно большое количество остается из тех кто подал соответствующие ходатайства но они были отвергнуты на то есть соответствующих статусах было отказано и эти люди они получаются должны вернуться в другую страну причем вот здесь как раз возникает особенность регулирования именно в европейском союзе потому что эта страна рассматривается как так называемая безопасная третья страна на то есть речь идет о границах европейского союза все что внутри это как бы страны члены европейского союза вокруг ес существуют третьи страны и из этих третьих стран выбираются скажем в определенный перечень страны которые относятся к категории безопасных и вот в эти страны соответственно люди которые заявление которых и ходатайства были отвергнуты они должны вернуться сейчас они должны именно вернуться то есть те органы которые рассматривают предполагает что знают откуда эти люди приехали эти мигранты они знают откуда пришли или приехали приплыли прилетели эти люди непосредственно на территории европейского союза как правило все равно если это большой поток неконтролируемый поток который был в пятнадцатом году в частности то люди шли через границу допустим пешком да пересекая границу там сербии венгрию например кадры которые все видели да то здесь понятно что как бы они пришли оттуда да как бы из территории сербии и сербия в данном случае может рассматриваться как безопасная третья страна сербия могут вернуться но другой вопрос то естественно это люди могут быть выходцами и сирии и из афганистана и из эритреи из южного судана и откуда бы то ни было еще вот тогда сразу тоже вопрос по порядку высылки если например люди получают статус они же получают срочный статус то есть он рассчитан на какое-то время либо они статус не получают вообще их тогда высылает в ту страну из которой они прибыли правильно я понимаю опять же это зависит от оснований как бы того во первых как они попали на территорию государств европейского союза во вторых соответственно что у них с собой есть и если подтверждение тех причин по которым им могут предоставить соответствующий статус защитный статус а если у них таких причин нет нет документов например они не могут подтвердить ничем не свидетельскими показаниями не иными доказательствами вот то что они имеют право на получение статуса беженца или получение соответствующего режима международной защиты то они могут быть возвращены вот в эту страну третью безопасную страну так называемая и соответственно дальше уже что с ними будет происходить это будет регулироваться внутренним законодательством того государства куда они возвращены в этой связи есть у европейского союза достаточно такая серьезная политика и она подкрепляется международными правилами и собственными внутренними нормами регулирующими вопросы есть вопрос о как бы соглашениях реадмиссии то есть в ряде случаев это шире чем только массовый приток людей на территории с но это работает и в том случае когда люди приезжают каким-то основанием но потом у них это основание пропадает то есть как бы закончилась виза например до закончилось разрешение на работу они остаются дальше у них нет уже основания их могут вернуть на то есть вот эта реадмиссия предусматривает соглашение реадмиссии что этого человека возвращают ту страну откуда он приехал это вот кстати говоря и одно из один из элементов которые существуют у европейского союза с турцией поскольку есть такая договоренность так называемые statement который был достигнут с турецкой республикой о как бы специальных мерах которые направлены на том чтобы поток мигрантов неконтролируемый поток ограничить с территории турцию на территории греции и в частности вернуть часть людей которые не имеют достаточных оснований чтобы получить статус беженцы или статус международной защиты на территории с но тем не менее могут претендовать на определенную защиту в принципе по международному праву это вот то самое соглашение по которому выплатили три миллиарда и потом не стали выплачивать еще три миллиарда совершенно верно единственное изменение что вот буквально в апреле месяце как раз вот достигнуто согла очередное решение буквально где-то вот в течение по моему недели двух о том что очередной транш будет выплачен да вот эти очередные 3 миллиарда по схеме 1 плюс 2 то есть и первые три были также сделаны 1 миллион это миллиард вернее евро это сумма которая выплачивается из бюджета европейского союза а два миллиарда это вклад государств членов до начале апреля по моему тоже такие были данные а тогда вот такой вот вопрос с одной стороны есть квотирование с что каждая страна в соответствии с распределением должна принять определенное количество мигрантов причем это количество совершенно не идет в сравнении с теми с цифрами с тем количеством лиц которые на самом деле въезжают страны но мы знаем что вот страны восточной европы такие как венгрия до которой она заняла очень жесткую позицию они не собираются и не принимают беженцев мигрантов то есть не по каким квотам даже учитывая что там совершенно смешные цифры если сравнивать то же самое германии куда по разным оценкам несколько миллионов въехала вот болгария тоже не особо принимает у прибалтийских республик свой подход они тоже говорят что они не будут брать беженцев но там разные бывает конечно франция в летом прошлого года без всяких ссылок там на международное право по моему включила свои внутренние циркуляры мвд и перестала пускать в порты уже из италии суда с мигрантами вот нас как соотносится и общее европейское право именно право евросоюза и национальное право у кого приоритет в таких вопросах например ну не вообще вот именно вопросах миграции здесь на самом деле конечно есть проблема вообще если мы говорим о праве европейского союза когда в начале вы говорили о том что это сфера регулирования она все-таки не совсем древняя да как бы она имеет достаточно недавние основы да и реально европейский союз получил полномочия в этой области принимать нормативные правила буквально с 99 года до этого речь шла международных соглашениях между государствами под эгидой европейского союза и дублинской соглашение например в том числе было тогда заключено а вот с 99 года соответственно были внесены изменения в основные учредительные договоры в частности амстердамский договор как отступил силу и вот эта сфера отношения она стала являться основой для принятия нормативных актов в рамках европейского союза институтов его и с этого момента как раз вот появились первые акты но на самом деле эта сфера все равно который регулирует 78 79 статьями договора о функционировании европейского союза она остается предметом совместного ведения компетенции между ес и государственными членами с учетом определенных принципов субсидиарности пропорциональности то есть как бы эта сфера она хотя и находится у институтов ес в компетенции но они должны учитывать то что происходит в государствах с одной стороны но с другой стороны конечно определенный приоритет они на себя пытаются взять и и вот регулирование которое сейчас существует она уже достаточно такое развитое то есть там основные стадии скажем так приема людей которые ищут убежище квалификации как таковых процедура рассмотрения ходатайств определение ответственного государства вопросы связанные с техническими процедурами они уже попали в рассмотрение европейского союза то есть это скорее паритет сейчас мне не совсем паритет поскольку основное регулирование осуществляется через директивы а директивы это скажем документы которые устанавливают общую рамку но соответствующие способы и средства достижения тех целей которые ставятся директивами они остаются за государствами и они должны принять национальные акты которые должны вот как бы достичь того искомого результата который заложен в тексте директивы но вопрос о вот конкретно проблеме связанные с релокации перераспределением тех людей которые попали на территорию европейского союза в 15 16 17 годах особенно 15 год конечно и в частности речь шла как раз о тех людях которые приехали в италию и в грецию там вот о них идет речь непосредственно к ним относятся определенные правила которые были приняты на уровне европейского союза в исключение из правил которые установлены дублинским регламентом вот есть такой регламент условно называется дублинским сейчас как бы это уже не соглашение это именно акт который принимается советом ес вместе с парламентом и он устанавливает уже единообразное регулирование и государства уже не могут их менять эти правила сами сейчас он установлен или устанавливает вот этот регламент он уже действует да сейчас он действует уже в редакции третьего формата в тринадцатом году он был принят 14 году вступил в силу а сейчас кстати 16 года обсуждается вопрос о замене его 4 версии но пока это еще вопрос открытый но вот этот вот дублин 3 так называемый регламент он предусматривает что человек который пересекает границу европейского союза и вот он должен обратиться именно в первое государство куда он попал да как бы с ходатайством о предоставлении ему убежища или иной международной защиты и оно именно это государство ответственно за рассмотрение данного ходатайства вот когда речь шла о массовом наплыве мигрантов как раз пятнадцатом году то в сентябре пятнадцатого же года были приняты два специальных решения эти решения совета они были направлены на изъятие из вот этого базового правила регламента и предусматривали как раз ту самую релокацию до перераспределение мигрантов уже исходя из того что первое государство просто не справляется с наплывом и необходимо их перераспределить в другие государства которые будут предоставлять им международную защиту вот там речь шла порядка о ста тысячах человек которых нужно было бы перераспределить между всеми государствами членами ес но условиях принципа солидарности и вот эти решения к сожалению они остались на сегодняшний день очень в низкой степени исполнения вот буквально в апреле месяца были подведены такие промежуточные основные итоги этой релокации показала про статистика что речь идет о 34 процентах выполнения до как бы из имеющегося и действительно многие государства вообще ни одного человека не приняли в рамках этой процедуры это касается и венгрии в том числе это касается дании это касается еще там а дальше кого-то больше в том числе больше да но вышеградская четверка вообще очень жестко встала мы никого брать не будем и вот поэтому с точки зрения права если это получается есть такая законная возможность просто не выполнять эти директивы законной возможности нет здесь речь идет о решениях совета решение совета относится к обязательным актам европейского союза они должны выполняться но который тоже если не выполнять что запускается процедура ответственности вот на сегодняшний день в суде европейского союза находится на рассмотрении 3 иска комиссии европейского союза венгрии к польше к чехии как раз о несоблюдении требований этого решения этих решений там было два сентябре 15 22 сентября 15 года и возложение на них ответственности в том числе требования о возмещении соответствующих средств имеется ввиду средства должны возмещаться в пользу тех стран которые реально этих граждан этих людей приняли и вот это кстати один из нюансов который вот сейчас обсуждается как раз в проекте очередной четвертой версии дублинского регламента там устанавливается правило как проект что если государство член ес отказывается от приема людей ищущих убежище в рамках процедуры перераспределения вот этой релокации то в этом случае оно должно заплатить компенсацию и эта компенсация идет уже на покрытие соответствующих расходов тому государству которое реально этого человека приняло вместо данного и сумма там на самом деле пока звучит как 250 тысяч евро за одного человека то есть это в общем-то такой очень существенный размер ставится а смотрите не приведет ли вот принятие решения о том что первая страна которая приняла мигранта или беженца должна нести уже за него ответственность не приведет ли это к тому что все-таки определенно ведь страны на границе ес расположена и это же самые талии будет по-прежнему больше всего получать мигрантов и не иметь возможности их куда-то дальше отправить ну как в прошлом году просто без всяких там директив без всяких решений ес порты французские закрыли сказали мы больше не можем и это сложилась ситуация когда ничего именно евросоюз как официальный евросоюз как они говорят официально брюссель противопоставить этому не смог то есть решение так и не было тогда найдено очень громко заявляли что нас просто бросили здесь работает еще один инструмент который существует в праве европейского союза это такая форма как форма создания единого пространства без внутренних границ это шенгенский пространство шенгенская зона и шенгенское право на сейчас она включена в состав основных норм европейского союза в текст договора о функционировании с но эти шенгенские правила они допускают введение временных ограничений на соответствующие пересечения внутренних границ государствами случае каких-то особых обстоятельств но это уже те действия которые могут совершаться собственно государством и здесь институты ес имеют возможность этот процесс наблюдать но они не могут препятствовать если есть соответствующие основания на то и вот пятнадцатом шестнадцатом годах в том числе дальше действительно ряд государств таким образом перекрывал свои границы это касается и австрии и франции и дании там целый ряд других государств до это собственно продолжается но там есть определенные рамки да то есть это можно делать в пределах сроков во первых то есть это может быть определенный срок как правило три месяца впрочем он может быть продлен в определенных ситуациях и должны уведомляться институты европейского союза о том что это происходит то есть как бы наблюдение есть возможно оспаривание соответствующих действий если как бы речь будет идти о нарушениях прав другого государства в данном случае уже да как бы вот в силу таких ограничительных мер закрытия границы страдают не только люди но и в том числе они могут являться субъектами отношений но и государство может соответственно сказать что это как бы нарушает определенные установки которые существуют в рамках европейского союза то есть вопрос здесь еще и в том что государства члены ес должны разделять общие ценности и в этом случае определенные ограничения которые выходят за пределы договоренностей между странами они конечно тоже могут стать предметом обсуждения но в некоторых ситуациях допустим тоже касается польши например да как бы уже достаточно давно обсуждается но этот вопрос касается правосудия системы судебной власти которая там устроена сейчас да и в отношении польши хотели применять соответствующие меры воздействия за несоблюдение ценностей европейского союза соответствующего разделения властей там и не стали по моему применять пока нет пока нет были такие разговоры вот если мы сравним наши права в области миграции российская и европейская есть такое мнение что наше право это все-таки заградительная то есть не впускать и очень строго отсеивать что касается с европейским правом обе же области миграции вот она получается для кого-то все-таки заградительная как для тех стран которые не впускают или она какое-то единое в отношении направлены на прием интеграцию вот как как с точки зрения большого над государственного образования который несет ответственность за людей которых туда въезжают здесь нужно говорить наверное о том что можно сравнивать как с внутренним правом и в до сравнение с допустим с российским правом и в том числе сравнивать необходимо конечно с международными стандартами в этой области и здесь есть различия то есть мы говорим о вынужденной миграции как раз о лицах которые ищут убежище могут получить соответствующую международную защиту то сравнивая с российской федерации здесь нет такого однопорядкового ответа что наше только загородительное а то только более либеральное на самом деле здесь есть несколько нюансов ну во первых европейское право право европейского союза она безусловно направлено в определенной степени на определенную гуманитарную составляющую в том числе с точки зрения соблюдения международных стандартов которые закоплены были в конвенции пятьдесят первого года о статусе беженцев но с другой стороны право и с она несколько более специфично поскольку вот она допустим изобрело такой статус безопасной третьей страны которого в универсальном международном праве нет и кстати говоря управление верховного комиссара по делам беженцев он периодически как бы говорит о том что вот этот статус третьей страны безопасной третьей страны это определенное отступление и в общем-то негативное отступление от стандартов которые существуют международном праве в целом с другой стороны если мы говорим о российской федерации то мы с вами наблюдали ситуацию с людьми которые приезжали с украины да в общем то в этом смысле российское законодательство оказалось гораздо более таким открытым да для при приезда людей с территории донецкой луганской областей да и соответственно с востока украины ну вот как бы это касается конкретного направления но как впрочем и вопрос связанные с европейским правом как бы как они реагировали на такие неограниченные потоки со стороны сирии ну тоже можно сказать что здесь с одной стороны получилось открытое до ситуативное какое-то решение туативное регулирование да фактически вот с этими решениями совета 2015 года особенно но в целом конечно законодательство ес она более скажем такое системная вот хорошо можно очень коротко попрошу вас все таки вот перечислить типы то есть мигрант легальный мигрант на кого делят но прямо в двух словах только вообще выделяют три основных группы это мигранты добровольные соответственно это могут быть трудовые мигранты это может быть бизнес миграции это могут быть экологически даже не экологические скорее и так далее 2 дальше это вынуждена миграция это беженцы внутренне перемещенные лица вынуждены переселенцы в определенной степени и лица которые получают международную защиту иную кроме беженцев статус беженцев и третье это вот так называемая незаконная миграция нелегальные в рамках допустим организации мирных наций больше говорят о нерегулярной миграции или о мигрантах с неурегулированным статусом это как бы такой более гуманитарный подход к регулированию прав мигрантов но у нас и собственно европейском союзе используется термин illegal migration на то есть нелегальная миграция для тех случаев когда люди не имеют оснований находиться на территории государства не имеют возможности запросить убежище а вот как бы просто приехали на территории страны одной из стран государства членов европейского союза чтобы работать находиться но в этом случае то к ним применяются меры воздействия есть директива возвращения который регулирует этот вопрос и в том числе есть ответственность работодателей которые связаны с этой деятельностью вот если не возражаете мы с вами еще один раз встретимся для того чтобы разобрать именно нелегальную миграцию потому что я знаю что вы в этом эксперт это было мнение эксперта в области правовых аспектов миграции европейского права рустам шамильч давлит гильдеев был у нас в гостях доктора юридических наук академический координатор центра превосходства в области европейских исследований жанна манэ спасибо большое спасибо 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 до свидания